В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Мастер-класс к Дню Победы организовали в офисе Ленинского отделения партии «Единая Россия». Спасибо всем ребятам, кто пришел сегодня, кто сегодня с нами, здесь, в офисе «Единая Россия». В библиотеке поселка Развилка прошел праздничный концерт, посвященный грядущему 9 мая. Мы дети войны. Так зовут у нас обычный. И холод, и холод нам был привычный. Стартовал губернаторский проект парковых концертов на одной волне. Очень здорово. Атмосфера обалденная. И группа классная. На телеканале Видное ТВ стартует проект «Семья Опора», участниками которого станут семьи бойцов специальной военной операции. В салоне красоты «Марафет» для представительниц клуба «Жен мобилизованных защиты тыла» провели профессиональную фотосессию. Подробнее в репортаже Юлия Пагасьян. В одном из видновских салонов красоты сегодня аншлаг. Все мастера задействованы в реализации фотопроекта телеканала «Видное ТВ». Парикмахеры колдуют над укладками, визажисты наводят красоту с помощью макияжа. Мы делаем такой нюдовый макияж, но с акцентом на глаза. Добавляем цвет, который будет на контрасте с оттенком глаз. Он очень красиво будет смотреться. И, в принципе, можно дома сделать самостоятельно. Фотопроект «Семья Опора» – это нечто новое для телевидения. Совместно с клубом «Жен мобилизованных защита тыла» и при поддержке салона «Марафет» сотрудники «Видное ТВ» решили подарить семьям бойцов специальной военной операции – день красоты и приятного времяпрепровождения. Конечно, хочется выглядеть всегда красивым, но в реалиях жизни, наверное, это достаточно сложно. Мы все работаем, мы все устали. Но почувствовать хотя бы на пару часов себя вот тем нимбом, той суперзвездой – это действительно очень достойно. На лице улыбка, в душе радость. И несмотря на непростой период в жизни каждой семьи, чей муж, папа, сын, брат ушел защищать родину, сегодня они понимают, что не одни, а вокруг много неравнодушных людей. Для меня это вообще впервые. Макияж я делаю впервые профессионально. Поэтому все очень супер. Я еще, когда приеду домой, я буду долго отходить от этого. Потому что в Московской области я в первый раз вообще в такое заведение попадаю. В Москве такое не увидишь. Красивыми перед объективом камеры предстали не только мамы. Стрижки и прически мастера сделали и их детям. Вместе с младшим сыном Алексеем на фотопроект пришла Татьяна Соушева. Говорить сейчас, когда супруг и старший сын мобилизованы на СВО, именно Алексей – главная опора и поддержка. Я помогаю ей делать всякие дела. Например, мыть посуду. Это далеко не первая благотворительная акция, в которой участвует Марафет. В дополнение ко Дню красоты руководитель салона Светлана Федотова вручила представительницам клуба абонементы на скидку в ее другой бьюти-проект. Делать женщин красивыми – наша профессия. К тому же в этом году мы немножко выросли. У нас стал еще один проект появился. «Рашен парикмашен». Это чуть бюджетный проект. Это уже сегмент эконом плюс. Очень доступный, но качественный. Сегодня ребята тоже принимали участие, не остались безучастными. Очень важно было немножко поднять настроение, потому что такой ситуации тяжелой. Хотелось бы хоть как-то их подбодрить. Это лишь начало масштабного проекта, у которого впереди долгая и красивая жизнь. Совсем скоро жители Ленинского городского округа, да и всей Московской области смогут увидеть результат проделанной работы. Юлия Погосян, Александр Логинов, Витное ТВ. В офисе Ленинского отделения партии «Единая Россия» проходит серия творческих мастер-классов, в которых может принять участие любой житель Ленинского городского округа. Мероприятия приурочены ко Дню Победы. На одном из них побывала и наша съемочная группа. Наблюдал за художниками Максим Козлов. Желтый будет ярко. А что приглушить маленько? Он как на кузнечика. Похоже, да? Коричневого добавим? Давай. Даже если что-то не получается, опытный преподаватель всегда придет на помощь. Офис Ленинского отделения партии «Единая Россия» на время превратился в творческую мастерскую. Проведено два мастер-класса. Первый – это ребята у нас готовили медали своими руками для участников СВО, которые будут в ближайшее время доставлены в зону действия в преддверии такого великого праздника для нашей страны. И вот второе мероприятие, которое у нас сегодня проходит, это вот ребята рисуют рисунки. Всего планируется провести четыре мастер-класса. В данном случае ребята сами выбирали героев для своих рисунков. Это солдат, это медбрат, медсестра, это медицинские работники, да? И военкоры. Вот мы решили на них остановиться и тему эту раскрыть маленько. Как амуниция, что у них общего, камуфляжная форма. В мастер-классах принимают участие дети из семей мобилизованных, учащиеся в школах, хотя здесь рады всем желающим. В гости к художникам заглянула заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова. В рамках подготовки к празднованию майскому празднику Дня Победы мы как раз и проводим сегодня этот мастер-класс, да? Спасибо всем ребятам, кто пришел сегодня, кто сегодня с нами, здесь, в офисе «Единой России». Детская фантазия – самый лучший источник вдохновения. 11-летняя Ксения Валова попыталась изобразить солдата в момент затишья. Мне кажется, что он после боя держит оружие. Отдыхает, как я понимаю? Да. Выдыхает даже, я бы сказал. Эти мастер-классы являются частью большой программы, которую реализуют единороссы. Например, ввиду того, что в этом году решено отменить бессмертный полк, в офисе организовали стену памяти. Стена памяти о тех людях, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Любой желающий житель также может прийти со своим портретом участника Великой Отечественной войны, своего героя семьи и повесить его на стене нашей памяти. Рисунки маленьких художников, принявших участие в мастер-классе СВО «Глазами детей», можно будет увидеть на выставке, которую организуют здесь же, в офисе местного отделения партии «Единая Россия». Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Всероссийская военно-патриотическая игра «Юнармия вперед» прошла в Ленинском городском округе. О том, кто стал победителем, расскажет Юлия Антонова. В музее-заповеднике Горки Ленинский более тысячи школьников из Московской области, Луганской, Донецкой народных республик примут участие в пятой военно-патриотической игре «Юнармия вперед», посвященной Дню Победы. Членов военно-патриотических отрядов из разных уголков России на площадке музея-заповедника объединил региональное отделение детско-юношеского движения «Юнармия». В составе каждой команды семь участников, из них не менее трех – девушки. Возраст игроков – 12-17 лет. Командирам выйти из строя. Команды демонстрировали свою подготовку в смотре строя и песни. Статин в строю, силен в бою. В конкурсах марш-бросок, сборка-разборка автомата, защита от оружия массового поражения и других. Все ребята настроены на победу и с волнением ждут решения судей. Главная цель этих мероприятий – все-таки не очки голы секунды, а то, что действительно здесь единство, то, что действительно есть дух патриотизма настоящего, соответственно. То, что эти дети, они являются авангардом патриотического воспитания, они являются в авангарде всех вот этих вот мероприятий наших военноспортивных, слетов патриотических. Долгие недели ушли на подготовку и четкое выполнение конкурсных заданий у юнормейцев команды «Орлы» из города Ступино и игроков отряда «Память. Соседание» из Мытищ. Это, во-первых, гордость за то, что мы смогли, даже несмотря на все препятствия, на все трудности, мы преодолели все, что можно было. Мне кажется, это как шанс показать себя и на что ты способен. Я считаю, что такие мероприятия созданы для того, чтобы сплотить коллектив, чтобы все мы работали слаженно, командно. Ну и, соответственно, у всех у нас здесь общая цель – победить. А что вам даст победа? Победа даст, во-первых, авторитет среди других команд, а во-вторых, просто радость за себя. Первенство разделили две команды – патриоты Подолье и ступинские кадеты лицея номер один. Серебро у чеховских ребят Лопасненского батальона. Бронзу забрали, крепость из Можайска, сталь из электростали и антитеррор округа Химки. Идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка. После торжественной части команды посетили экскурсионные программы музея-заповедника. В следующем году ожидается увеличение количества участников, а это значит, новые герои проявят себя в сложных испытаниях и получат заслуженные награды. Юлия Антонова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники Ленинского управления МВД совместно с представителями Общественного совета подвели итоги окружного этапа конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». Всероссийский конкурс был приурочен к очередному юбилею полиции России. Авторами рисунков и поделок стали 18 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Сделать выбор опытному жюри было непросто. Ребята постарались, работы полностью отвечали тематике. В итоге отобрано три победителя в разных возрастных категориях. Их поделки направлены для участия в следующем областном этапе. В библиотеке поселка Развилка прошла праздничная концертная программа, посвященная грядущему Дню Победы. Гости мероприятия – дети войны, местные жители, кому в Великую Отечественную было меньше 18 лет. В Развилкской библиотеке шумно и многолюдно. В преддверии Дня Великой Победы сюда пришли те, кто своими глазами видел ужасы войны, кого жестокая реальность заставила слишком рано повзрослеть. Это особая категория, это те люди, которые были лишены счастливого детства. И вот сегодня для них будет торжественное мероприятие. Мы приготовили для них чаепитие, праздничную концертную программу. Член ЛИТО имени Шкулева и ЛИТО «Рифма плюс» поэтесса Тамара Селеменева много пишет о войне, которая лишила ее нормального детства. Все стихотворения основаны на реальных событиях, происходивших с ней и ее семьей. Здоровый фриц схватил меня за ножку, держал вниз головой, кричал и угрожал. Он руки разожмет, погубит крошку. А делать что? Чтоб руку он не разжал. Прочитала свои стихи заслуженный работник культуры РСФСР, бывший директор клуба московского газоперерабатывающего завода Лидия Калимасова, детство которой тоже забрала война. Мы дети войны. Так зовут нас обычно. И голод, и холод нам были привычны. Не знали покоя, не ели досыто. В счастливое детство двери были закрыты. Присутствовал на мероприятии и непосредственно участник боевых действий, 97-летний ветеран войны Александр Александрович Ковальчук. Великую отечественную он служил в моторизованной роте разведки. Мне пришлось пошагать немножко по Украине, потом Молдавии, Днестровские плацдармы, Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия и Австрия. Воспоминания песни военных лет сменялись авторскими стихами и поздравлениями. На ваши плечи легла тяжелая ноша. Это восстановление нашей страны. Было и холодно, и холодно. И давило психологически. Не вернулись папа, мама, бабушки, у всех по-разному. В каждой семье была горе и беда. Но вы выстояли вдоль их лет вам жизни. Здоровья, 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 здоровья. А мы всегда рядом. Хочу сказать, чтобы вы берегли себя, чтобы наша помощь, где это возможно, до вас доходила. Чтобы если где-то вы со своим опытом, со своим правильным советом, вы все время делитесь с нами, мы будем прислушиваться с огромным удовольствием это делать. Мероприятие завершилось. Праздничным чаепитием виновники торжества также могли познакомиться с фото-выставкой оператора Первого канала Владимира Гриневича «Мариуполь». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На одной волне так называется губернаторский проект парковых концертов, проводимых в разных муниципалитетах Подмосковья. Во всех мероприятиях принимает участие лучший кавер-группы столичного региона. Подробнее о старте сезона летних концертов расскажет Дмитрий Книга. Видновский центральный парк стал одной из первых площадок в Подмосковье, где стартовал областной проект «На одной волне». В 25 городских округах каждые выходные будут давать концерты кавер-группы, исполняющие популярные российские песни. 29 апреля пять муниципальных образований, среди которых Ленинский городской округ, площадка центрального парка, дали старт этому уникальному мероприятию. В нашем городе выступила группа «Русский бит». Со сцены прозвучали известные всем современные хиты и песни из репертуара советских исполнителей. Музыканты отдавали свои эмоции зрителям, а те подпевали и аплодировали коллективу. Атмосфера великолепная, потому что мы очень переживали, что погода нам не позволит как следует оторваться и потанцевать, но все сегодня сошлось, поэтому город Видное прекрасно нас встретил. Люди на позитиве, они соскучились по весне, по теплу и, конечно, по музыке. На днях в Видновском парке открылся летний сезон, а значит, развлекательных мероприятий станет еще больше. Музыкальный фестиваль «На одной волне» был предложен властями Подмосковья, чтобы разнообразить досуг жителей городов. Мы всегда, каждые выходные приходим в парк, очень нравится, здорово, молодцы. Кто устраивает это мероприятие, мы с ребенком танцуем, поем, в общем, все хорошо. Очень здорово, атмосфера обалденная, и группа классная, мне очень понравилась. Мы потанцевали с девчонками, потому что они у меня танцуют. Мы вначале выступали, с нами танцевали, а потом мы уже с группой кавер танцевали. Нам очень понравилось. Подробную информацию об афише мероприятий в парках можно найти в социальных сетях и на сайте учреждения. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова